У меня на канале есть два видео, посвященных регулировке карбюратора бензокосы. Конкретно китайской бензокосы. И вот это видео будет коротким, потому что это дополнение к предыдущему. Здесь стоит карбюратор. На вид такой же, как и в предыдущих видео. Имеется аналог винта АТ. Вот он у нас. Имеется винт регулировки качества смеси. Вот здесь он углубленный. Но суть одна и та же. Но есть и одна особенность. Здесь стоит заглушка. Вот здесь вверху. И если мы ее откроем, то увидим. Он там в глубине. Небольшой винтик. Он находится вот здесь. Вот он. Этот винтик регулирует высоту подъема иглы. В некоторых карбюраторах это сделано несколько по-другому. А вот здесь сделано вот так вот. Довольно удобно. Несмотря на то, что это китайское изделие. Для чего он сделан? Сейчас рассмотрим. Я открыл полностью дроссельную заслонку. И внутри видно белая трубочка. А в нее вставляется стержень. Этот стержень и есть стегла. Так вот. Со временем. Особенно когда долго мы не пользуемся бензокосой. Вот эта трубочка усыхает. И становится меньше в диаметре. Соответственно. Когда мы даем, скажем, газ. И регулируем винтом качество смеси карбюратор. То само сечение не обеспечивает прохождение топлива в достаточном количестве. Оно ведь у нас сжалось. Усохла трубочка. Вот. Поэтому мы открыли полностью дроссельную заслонку. А бензина по-прежнему мало. И двигатель у нас работает с недостачей топлива. Это хорошо слышно. То есть обороты большие. Холостые обороты не устанавливаются толком. Вот такие вот получаются признаки. Для того, чтобы скомпенсировать сужение вот этой трубочки. И установлен указанный винтик вверху. Если мы будем его выкручивать, соответственно, игла у нас поднимется. А проход для топлива увеличится. То есть, вот этот момент нужно иметь в виду. Еще раз напоминаю, что на некоторых других карбюраторах это сделано по-другому. Но суть остается та же самая. Просто другой механизм регулирования иглы. Назовем условно карбюратор этой китайской бензопилы, ну скажем, карбюратор номер два. Ну собственно все, что я хотел сказать именно по этому карбюратору. До свидания. До новых встреч. Здоровья вам и всего хорошего.